Привет, на связи Фредмайнер. В сегодняшнем видео поговорим об обновлениях в игре Chine of Legends. Какие у нас есть с вами стратегии заработка на данный момент, предстоящий PvE режим, а также free-to-play. Разберем free-to-play вход, потому что игра у нас абсолютно без вложений со входом. Могут как бы начать играть и зарабатывать все желающие, без абсолютно никаких вложений. После обновления вступили в игру многие такие нюансы, с которыми у многих возникают большие вопросы. Поэтому в этом видео я вам поподробнее обо всем расскажу и как бы начинаем. Итак, Chine of Legends это игрушка в сети Binance Smart Chain. Для того, чтобы начать вам играть, нужно будет зайти на сайт и приконнектить свой Metamask кошелек в сети Binance Smart Chain. Вся эта информация опубликована у меня в телеграм-канале, кто не подписан, подписывайтесь. Всю актуалочку я прежде всего закидываю именно туда. Ссылка будет в описании под видео. Итак, перешли на сайт, приконнектили свой кошелек Metamask в сети Binance Smart Chain. И у вас будет вот такая консоль. Новичкам всем достанется токен Mine нулевого уровня. Вот здесь у вас будет написано 0. У меня здесь 4. Четвертый уровень уже. У вас будет 0. С нулевым уровнем вы сможете добывать монеты и клейк только на бесплатных землях. Бесплатные земли у нас во вкладке Marketplace. Здесь тыкаете по вкладке Marketplace. Здесь будет под вкладкой Desert. И в Desert каждый час можете брать бесплатную землю. И она вам будет приносить 16,5 токенов клейк. Вот такая стратегия. Абсолютно без вложений. Вот на данный момент видим, что через 35 минут и 48 секунд у нас появится возможность бесплатно взять землю и начать майнить. Это уже непосредственно без вложения новичкам, у которых нулевой уровень майнера. Теперь перейдем к возможности добывать монетки уже с платных земель. Для новичков, которые зарегистрируются и у которых будет токен майн нулевого уровня, нужно будет апгрейдить свою шахту до первого уровня. Потому что все покупные земли, которые непосредственно будете покупать, они не будут майниться на нулевой шахте. То есть для этого нужно вам сначала апгрейдить свою шахту до первого уровня. Как это делаем? Тыкаете по своей шахте, у вас здесь будет информация, вот у меня сейчас написано для апгрейда нужно 8212, у вас будет 1000 монеток здесь будет стоять. Для этого нужно будет завести на игровой аккаунт 1000 монеток КЛЭК. Откуда ее взять? У меня в телеграм канале есть вся информация по этому поводу. Вот адрес контракта КЛЭК нужно будет для начала скопировать. Копируете адрес контракта токена КЛЭК, то есть тыкните на него. Также адрес контракта можете найти на сайте CoinMarketCap. Также ссылку оставлю в описании под видео. Здесь вот копируете также адрес контракта. Присутствует BEP20, то есть в сети Binance Smart Chain. И идете на Pancake Swap. Монета уже торгуется на свапалке Binance Smart Chain, то есть Pancake Swap. И вам нужно учесть, что нужно апгрейдить свою шахту, это 1000 монет, и купить самую дешевую землю. Примерно стоимость самой дешевой земли на данный момент составляет 35 токенов КЛЭК. Ну округлим и будет 50, то есть 1050 монеток для старта вам за глаза хватит. Это будет 8,31 доллар для старта на данной игре, то есть с вложениями уже. То есть вот 1050 монеток нужно вам будет приобрести на Pancake Swap. Приобрели вы, допустим, 1050 монеток, то есть можно свапнуть там BNB, либо BUSD, то есть это уже по вашему желанию. Ну, главное то, что вот вы приобрели, и они у вас находятся на кошельке. После этого вам нужно будет эти 1050 монеток завести на игровой аккаунт. Как это делаем? В правом верхнем углу нажимаем на плюсик, и у вас появится возможность завести их на свой игровой аккаунт. Вот у меня сейчас на кошельке есть 2636 токенов КЛЭК, и я их могу сюда вот перекинуть на игровой аккаунт. У вас здесь будет, допустим, 1050 уже, когда вы уже купите токены. Прописываем здесь 1050 монеток и жмем на депозит. После этого токены, которые у вас лежат на MetaMask, перейдут на игровой аккаунт, то есть сюда, в игру. После этого нажимаете на Marketplace и идете покупать землю. Земля самая дешевая стоит в районе 35 токенов КЛЭК. Самая дешевая земля это у нас Камонки. Кликаете по Камоновским землям, и появится сейчас информация о цене и сколько она вообще вам принесет дохода. Сейчас у нас 9 сезон, то есть произошел халвинг. Вот на днях только уменьшилось количество добываемых токенов КЛЭК на 5%, и сейчас составляет профит вот 156 токенов. Покупаете за 34,3, а они вам приносят 156. Вот профит уже очень такой весомый, на мой взгляд. Приобрели вы Камоновскую землю, и вам, как я уже ранее объяснял, кликаете по своему майнеру и нажимаете на Upgrade. То есть у вас здесь будет 1000 монет. Нажимаете на Upgrade, и у вас шахта с нулевого уровня будет уже повышаться на первый. И после этого вы сможете уже начать майнить на землях, на платных землях. Вот такая на данный момент стратегия заработка. Также в последующем можете апгрейдить свою шахту. Вот на данный момент у меня уже 4 уровень шахты. И в день она мне может приносить 265 токенов КЛЭК. Я сейчас майню на Камоновских землях. То есть сейчас вот посчитаем. 265 токенов это вообще сколько по доходности в день. Сейчас вот наглядно вам продемонстрирую доходность. 265 токенов это чуть выше 2 баксов. То есть 2 бакса в день мне вот на полном, как бы сказать, пассиве падает, играя вот в эту игру. Также появилась возможность добывать здесь камень. То есть каменная шахта появилась. Камень нужно будет потом нам в последующем нужен будет для создания персонажей, с которыми мы сможем воевать. С которыми можно будет сражаться и получать еще больше монет КЛЭК. Далее открылась уже возможность добычи железной руды. Железо также будет необходимо для... Это такой... Два необходимых ресурса, которые нужно будет в последующем для создания персонажей, с которыми мы будем сражаться. И в последующем вот на бараках, в казармах, то есть можно будет создавать вот этих самых персонажей. Также хочу отметить, что у шахты нашей, у майнера есть свое здоровье. Вот здесь вот есть информация о здоровье. Чтобы пополнять здоровье, нужно нажимать на Repair. Вот от количества здоровья также зависит и добыча токенов КЛЭК. Вот на данный момент у меня 91,9% здоровья имеется. Чтобы мне восполнить, нужно 212 токенов КЛЭК. То есть на это тоже обращайте внимание. По мере истощения нужно будет его пополнять. В официальном телеграм-канале Chain of Legends постоянно появляется информация о новых нововведениях, об обновлениях. Также здесь можете посмотреть о новых NFT персонажах, которые будут представлены в PvE режимах. В частности, вот появилась возможность посмотреть на дракона. Также будут гоблины. Вот персонаж катапульта также будет задействован. То есть вот здесь есть характеристики, которые нужны будут для крафта катапульта. Это барак 6 уровня, 1000 клеек, 300 железа и 300 камня. То есть вот такие у нас имеются характеристики для того, чтобы начать крафт от этого самого катапульта. И уже с ним можно будет сражаться и побеждать потом. Также есть и другие новки персонажи. Вот какая-то магическая дама у нас присутствует. Для этого нужно будет 5 уровень барака иметь, 100 клеек и 5 железа, как я понял. Также была информация о кавалерии. Вот кавалерия также будет доступна от 4 уровня казарм. 300 монет клеек и 100 железа. В общем, обновления у нас с вами будут очень такие весомые. ПВЕ режим как-никак даст очень огромный буст, на мой взгляд, на капитализацию данной игры. Сейчас капитализация игры составляет примерно 8 миллионов долларов. Ну, после запуска ПВЕ режима, думаю, что X2 она сделает с легкостью. 15-20 миллионов капитализацию игре можно легко ожидать. На мой взгляд, зайти в игру все еще не поздно, так как ПВЕ режим еще не запустился. И если вы даже будете чисто майнить токены клеек без развития каменной шахты, без развития железной и бараков, то к тому моменту, как запустят ПВЕ режим, капитализация, я думаю, что с легкостью сделают X2, а лучше X3, X5, то все ваши добытые монетки клеек можно будет с профитом вдвойне, втройне продать и зафиксировать тем самым очень хорошую прибыль. Ну, а с вами был Фред Майнер. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Все актуальные ссылки я оставлю в описании под видео. Всем удачи, всем профита. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok